Вчера к нам в Потеряевку приезжал епископ Барнаульский Сергий Иванников. С какой целью он приезжал к нам сюда? Он заранее предупредил, батюшка, как рассказывал отец Аким, секретарь позвонил, что он едет, едет куда-то торопится сильно, и кажется в четвером они ехали. И вот вчера он приехал и подал две бумаги, вот первая бумага, считай по порядку. Сверху Илларион, митрополит восточно-американский и нью-йоркский, первоэрарх русской православной церкви за границей, 26 июля 2013 года, номер 744-13. Протерею Акиму Лапкину и возглавляемым им общинам указ «Настоящим подтверждается, что протеирей и Акиму Лапкину и возглавляемые им церковно-приходские общины более не входят в состав русской зарубежной церкви, и им благословляется вхождение в барнаульскую епархию русской православной церкви». И роспись Илларион, митрополит восточно-американский и нью-йоркский, первоэрарх русской православной церкви за границей, печаль. Вот можно хорошо заснять, вертикально так, чтобы было видно. Будем считать, что это подлинный документ подтверждается. Подтверждается, то есть это где-то еще раньше что-то было, а вот этим только подтверждается, этой бумагой, так скажем. Вопрос, почему они посылают в Московскую патриархию, к которой мы не относимся по сей день, а не нам лично, хотя до этого он поздравительно все посылал лично на батюшку. Вопрос так и остался вопросом. Я на них знаю, какой ответ. То есть им нужно было показать, что они полностью имеют дело с Московской патриархией. А те выполняют все, что сказано. То есть мы не относимся. Я спрашиваю, а то, что мы относились до этого указа, в чем это отношение выражалось? Вот конкретно я спрошу, допустим, любого епископа, а потом уже и самого Илариона. В чем это выражалось? Мы относимся к русской православной церкви за рубежом. Что это, как на нас выражается? Они нам что-то дают, присылают, какие у них решения, синода. Ничего этого не было. Ничего. Просто числились. И никак мы туда не отсылали никаких денег, ни от них ничего не получали. У нас у батюшки уже все это было. И антименции, и мира. Все было. Спрашивается, почему они это делают? Когда мы с ними были приняты. Я его хорошо знаю. В синоде встречались. Он был секретарем зарубежного синода в Нью-Йорке. Ездили с ним на беседу с Баптистом далеко. Он очень добрый. Добрый. Батюшка был в Австралии, с ним встречался. Он болящий у него там что-то с ногами. Как у Алексея Сеськова там вставляют эти. То другое. Я думаю так, что патриархия главную ведущую роль сыграла и в этом документе. Они поставили задачу истребить, уничтожить всех, кажется, детей царского достоинства, это как гофолия. А два прихода остаются. Если бы мы их не признавали благодатной, московскую патриархию, но безблагодатной, то сегодня столько юрисдикций, мы могли бы к Агафангелу Одесскому, к Тихону Ломскому пойти, к Антонию, к зарубежной церкви, там, Нью-Йоркский, Орлов. То есть пойти есть куда. Это все законная иерархия. Но мы никуда не идем, потому что везде против русского языка. Везде нужно, чтобы мы подтвердили, что мы не признаем благодатность московской патриархии. А мы признаем. И они никак не могли ничего с нами делать. Пять лет уламывали, просили, говорили, там, что там только было. Все время уговаривал Ларион, да надо смиряться, да лучше мир, чем какая-то война. Хотя Григорий Богослов говорит, иная война лучше мира. Война со злом, с ересью. А мы остаемся такие, какие были. Дома мы молимся за патриарха, за Сергия, а в церкви мы его не произносим, патриарха. А какая разница от этого патриарха-то? Что ему надо от нас-то? И вот, наконец, я думаю, они допахали до такой степени, и уже ставят, видимо, ультиматум. Он тогда дает этот указ. Это не он. Такие, как Тарквимада, такие, как Савонарола, они находили выражение в отточенной фразе. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Вы меня пытали, но я ей сказал, земля не вертится. А пошел, когда говорит, скак, но я сказал, все же она вертится. Ну так или не так, но смысл понятен. То есть сказать, что это Ларионом и написано им по доброму расположению никак. Такого в мировой истории никогда нигде не было. Вот что дело-то. И они не знали, как поступить. Мне нравится фильм «Профессионал». Это означает опережать события на несколько шагов и знать, какое там они предпринимать будут действие. «Профессионал» французский фильм. Вот когда мы еще только услышали, что он отбирает кандидатов на этот съезд все зарубежные, батюшка поехал, проводили ему собрание, мы категорически против объединения. А речь не нашла не об объединении, а о каноническом признании. То есть, что мы канонически справедливо, правильное и неправильное. Это мы одна церковь, но политические события разделили. Часть оказалась за границей, они отдельно выделились. Это ничего там не было другого-то. И когда я был за рубежом, я спрашивал, вы вот здесь находящиеся, именно такие, какие были до революции, они говорят, да, мы белая мигрантская церковь, мы сохранили во всей чистоте дореволюционной. Я вам сказал, поэтому падение монархии, расстрел царского семейства, все на вас лежит. Это вы довели Россию до такого краха. Вы, священники, в том положении церковь, в каком она вот у вас сохранилась. где-то, они не ожидали этого ответа, но я скажу, что споров не было, я им легко это все доказал. Уже все позади, церковь была полностью разрушена. А что Сергий Радонежский, сохранить структуру церковную и прочее, это особая строка, вас это не касается. И вот для этого, чтобы привести нам этот указ, он так и называется, указ, указ с печатью. Ну, печать похожая истинная, сомневаться не приходится. Ну и что? Что изменилось у нас? Указ в июле пришел, вышел, июль, а сейчас сентябрь идет, июль, август идет, третий месяц, а мы как молились, вспоминали Илариона, или что? Вот когда бумагу нам принесли, и теперь уже недействительная будет наша молитва за Илариона, а так как указ нам в тот день не вручили, когда они решали там на Синоде, но я так предполагаю, то это пока действие было, до ушей наших не дошло, это смешно даже, это все человеческое. Мы Илариона любили, поминали и будем поминать до самой его смерти, а будет другое, другого будем поминать, нас это ничего не обязывает, и они нам запретить этого не могут, такого нигде в истории мировой, в мировой истории христианской не было, что мы их накажем за то, что они нас поминают, за то, что не поминают, за это наказывали. Допустим, мы были под Иларионом, а потом перестали поминать, тогда они нас вычеркивают, значит, вы нам не признаете, или, вот допустим, Георгий Титов, они перестали поминать патриарха, ну и все их там вычеркивают, это не наше. Мы-то в другом положении, и люди, которые образовывали тут приходы, с приходами отошли, вот когда все это, еще русские приходы от зарубежной церкви организовывали здесь, теперь, когда назад отток начался, после этого путинского воежа в Америку, и как у него были там на приеме иерархи, и решили вот это каноническое признание, но под это иди, да и мне-то нужно, нужно было поглотить и разрушить все приходы, какие здесь были. Большая часть приходов перешла, какими юридикциями, я называю это, часть вернулась в московскую патриархию. Если они в чем-то были виновны, или до этого их перья рукополагали, как отца Олега Стеняева-то, то некоторые писали просто прошения. Покаяние приносили, их принимали обратно в Лона Церкви, он там был священником, там и остался. С нами по-другому. Вот эти наши общины образованы, сразу были в зарубежной церкви. Мы ниоткуда не переходили. Сам я ходил в московскую патриархию, но только и всего, общины не было, никакую общину не выводили. Мы ее зарегистрировали здесь сразу вновь, и вновь она начала пребывать. Отсюда это. Так что здесь не зарубежная церковь, название дала только. Никто. Но нам это позволило зарегистрироваться. Регистрация нам дала возможность вести занятия в учебных учреждениях, на заводах. Ну и обращаться там за помощью еще где-то. Но главное это в том, что с печатью документ, я вам сам передал вчера владыка Сергея, вот этот документ, над которым я вчера ложась спать, не мог никак удержаться, и все, смеялся, говорил, ну и шутник же он. Русская православная церковь, Московский патриархат, Барнаульская епархия, 4 сентября 2013 год. Адрес индекс 656-008, Алтайский край, город Барнаул, переулок Ядринцево, 66, Телефон, факс, прилагается. Указ номер 458, на основании акта по каноническому общению Русской православной церкви за границей с Русской православной церковью Московского патриархата от 17 мая 2007 года и указа номер 744-13 первая иерарха Русской православной церкви за границей митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Илариона от 26 июля 2013 года церковно-приходские общины, возглавляемые протеиереем Иоакимом Лапкиным, принимаются в молитвенное общение и каноническое подчинение Барнаульской епархии Русской православной церкви. Вам надлежит поминать за уставными богослужениями имя Святейшего Патриарха Московского Исия Руси Кирилла и местного правящего епископа Барнаульского и Алтайского Сергия с братской о Христе любовью епископ Барнаульский и Алтайский Сергий и печаль. Вот я вам показываю. Посмотри, это действительно документ. Вот мы его даже так положим, чтобы видно было. В первую очередь, когда ссылается на первый указ, который с 7-го года, там ни одного слова об обвинении вообще нету. То есть на него и ссылаться нельзя, о подчинении. И во второе, он ссылается на этот указ, и здесь тоже ничего этого нету, что поминать, патриарха, тут написано как? Не входят, так? И им благословляется вхождение. Благословляется вхождение. То есть, можете войти теперь. Нам не запрещено войти в московский патриархат. Он делает вывод абсолютно запредельно далекий от того, что он отсылается только на то и на это. Он больше ни на что не может Сергея сослать. А здесь нигде нету, что мы теперь входим, и он уже как руководитель, уже дает указы батюшке, поминай то другое. Я говорю, а почему Корнилию старообрядческому не дает? То есть этот указ не имеет никакой силы, мы туда не входим. Вообще никакой. Совсем. И я думаю, что он сам не составил его. Когда вот этот уже дошел до них, они, видимо, поставили московскую по делам, ну, которая там есть, делопроизводитель, какое там у них есть, специально на это поставлено, человек. И пришел вот этот, а они между собой переписываются. Что делать, они не знают. Я говорил, они не знают. В мировой практике такого не было. Чтобы ничем не провинившиеся люди с общиной выбрасывались, идите куда-то. Это совершенно другая юрисдикция. Они абсолютно не похожи друг на друга в вопросе образования, в вопросе отношения к сергианству, к предательству. Они не схожи. Схожи во внутри церковной жизни. Также нет рождения свыше, не заботятся быть Вадимом Духом Божьим. Это вообще нет. Одинаково там и здесь не учат. Но только там полное погружение везде делают. А тут и этого не делают. Поэтому ссылка его на это, что вы входите и надлежит, уже надлежит поминать, надлежит, это уже в приказном порядке. Ну, я думаю, ну и шутник же Сергий. Думаю, что это составил не он. Сверху спустили, а там молодых, вот сейчас и парки-то дробят, их там наставили, они такие шустрые. Вот как Иларион Алфеев, митрополит молодой, там уже митрополит и все. Почему? Ну, как патриарх Кирилл. Во внешнеторговых осношениях выполняет все, что вот здесь ФСБ, КГБ делает. Я знаю, как это продвижение идет. И поэтому этот указ, он уже указ прямо издает на батюшку. И должны мы поминать. Но его здесь нету. Мы сейчас только комментируем. Мы не поминали его за устанными богослужениями ни Сергия, ни патриарха, и не будем поминать. Но когда, если случится, мы их приглашаем в гости на престольные праздники, и они у нас будут, они будут поминать. И мы скажем заранее, что должны поминать Илариона. Они скажут, так и Иларион не относятся. Мы сказали поминать, а если нет, службы никакой не будет. Вы будете поминать. То есть мы имеем за собой двухтысячелетнюю историю церкви. Никогда, нигде подобного не было. И таких ни канонов нет, ничего. С чего ради вдруг решили? Зарубежная церковь существует, а вот именно на этой территории нельзя. А в Африке? В Африке можно. Но если русская православная церковь появилась на Украине, да, это можно. Нельзя только в России, потому что тут патриарх Кирилл, они договорились, тут Путин. И как мы им мешать, мой Божий, они как? А теперь что они будут делать? Я не знаю, что они будут делать, но не божеское делать, это точно знаю. Будут делать пакости. Будут делать ложные доносы. Они могли бы хотя бы раз, когда мы собирались, сказать, а почему вы с нами не согласитесь? Почему к нам не идете? Я им сказал, мы вас опасаемся, как чумы болотные. Мы боимся вас, потому что, когда меня спрашивают, что такое Московская Патриархия, одним словом, я отвечаю, ложь с огромной буквы. А двумя словами, всегдашняя ложь. А тремя, тотальная всегдашняя ложь. Там истины не добиться никогда. И когда вот готовились к этому акту о каноническом признании, за рубежом опасались, что они останутся такими же, как были. Речь шла не о сергианстве. Там коллаборационисты, они все это делают, составляют, с безбожной властью регулируют. А Бог, Писание, Библия, это для них вообще, это нужно никакой нет. Главное, что они не держат слово. Вот он сказал слово, сказал Максим, а его убрали, а этот пришел, говорит, а Максима наказали, его убрали, а при чем тут я? Ну он обещал, говорил, я гарант. И в тихии говорил, мы сидели в прошлом году, говорил, гарант, секретарь, гарант, никого нету, секретаря сняли, и в тихий на покой, а это в Липецкую область, в Елес, загнали его там, и все, там даже сравнивать нечто с Барнаульским-то, там просто развалины. И вот туда, явно, что не на повышение он пошел. И все, а где гарант? Я буду бумажку показывать, тем более, они не разрешали ни видео снимать, ничего, когда в епархии были. Это потом, когда мы, я вышел от них, не стал разговаривать даже с такой несерьезностью. Накануне говорили, можно, говорили, мы сами будем снимать, фотографировать, а когда за стол сели, а мы решили, да вы не можете уже решать, мы уже утром договаривались сегодня. Секретарь звонил, что можно свободно все делать. А что мы будем делать, а зачем делать, это замашки КГБ, это изгалялся Максим, Максим Дмитриев. Ну, наоборот, вот вы боитесь, это и есть от КГБ. Вот это вот. Если ты правду говоришь, ничего не сделают. А вы боитесь, что я теперь представлю, вот документ, вот мы договаривались, а вы нарушаете все, теперь доказать никак, никак нельзя доказать, это вы говорите, они, может, не говорили. А вот то, что заснято уже, вот это документ. Заснято, не фотографии только, а видео. Вот настоящий документ. Поэтому, я понимаю, несообразность, несоответствие истины, вот этот указ, это первый, как бы, его указ в отношении нас. И делайте льготу какую, но можно и без покаяния, можно без прошения. Ну, просто вошли, поминайте, и мы уже их. А далее они будут, батюшку в один день они уберут. От потеряевки следа не останется. Лагерь детский не откроется, на благовестие мы больше не поедем. Они сразу запретят, а теперь, по указу Илариона, он никакого отношения к нам не имеет. И все его указы, недействительность, они будут. А это еще не приняли. Они вообще к нам никакого отношения не имеют. И мы им не нужны. Они, для чего нас преследуют? Чтобы мы нигде не говорили то, что говорим. Им нужно уничтожить мои книги. На нас просто стереть порошок. Хотя он батюшки, сейчас был, он не спросил отец Аким, я говорю, он книги-то читал, которые ты дарил, нет, но он сказал, что нам нужно будет встретиться с Игнатием Тихоновичем, это вроде положительно отозвался, то, другое. Я этому не верю. Мне это напоминают слова, когда подошли с Игнарием, Господи, мы знаем, ты истинно учишь и никому не льстишь, что вначале они. Это вот то же самое. Их похвала мне, она настойна на неискренности. Если бы искренне это были слова, даже Новый Сергий никого не боялся, он бы уже в десятки раз приехал сюда, зная, что у него нет благовестников. Антоний тогда со мной ездил, уговаривал, до него был епископ Маседич. У меня ни одного нету, миссионера. Вот я вам три храма любой дам. Приходите там. Здесь ни разу еще пока не был. Но он недолго еще и служит-то после Максима-то. И Максим-то уже перед закрытием двери только успел встретиться. Я слышал, некоторые говорят, вот Максим-то с вами встретился, как опасно, так его сразу убрали. А теперь вот встречается Сергий, ему надо сказать, смотрите, ваш предшественник, если так, то поплатился, выходит, чтобы с вами этого не было. Почему мы опасны для них? Единственная причина, мы говорим так, как говорит Бог, Писание. И когда я говорю, мои книги, исключительно написанных в пророческом духе по Библии, терпеть не могут. А я вам докажу, три тысячи выдержек в каждой книге чего-то стоят. Притом выдержки, я знаю, где их взять. У них хотя бы эпиграф какой-то был, ни одного слова библейского нет, ни здесь, ни там. А эти бумажки-то, вот это вот, она вообще никому никакого, это лично нас касающиеся. Вот это соответствует действительности без подтверждения того, что мы имели от них. Вот я вам Илариону задам вопрос. Скажите, вот пять лет прошло, еще мы были здесь. Скажите, что за это время мы от вас имели? Кроме увещевания, идите, идите к Максиму, идите к Максиму. Да вы их не знаете, дня не жили, куда посылаете? Это смерть. Там смерть, всюду смерть. Как закричали, когда котел варили, сыны Елисея, пророческие, при Елисеи, это там смерть, смерть. Там нельзя ни к чему прикоснуться смерть. Они уничтожат сразу. И вся их паства такая, если я покажу, что мы приняты, и он ко мне благоволит, это никакой роли не играет. Они по-прежнему будут давить, выжимать ваш там гребенюк, где он там, в Завеловском районе. Никакие были, нжицы такие будут. Они ни одного слова сказать правильно не знают. Знают, что мы православные, мы приезжаем, заранее договариваемся с ними. Он в одностороннем порядке меняет все, идет, сообщает власть, это свидетели Иеговы, прокуратуру натравливает, милиция рядом стоит и разбирается, везде разбирается. Удивительное дело. И против них, так он вообще ничего не понимает, что ли? Оказывается, вы зарегистрированы в краевом отделе юстиции, православная община, у вас иконы, так вы и крестики носите, показываю крестик, и вы кланяете все. А почему свидетелями Иегова назвали? Так это его спрашивать надо, не меня. Я сказал у епархии, созовите этих креветников, попов, которые милицию вызывали, которая гонялась за нами поселом. А потом отступала и говорила, а что они, как секретари по идеологии КПСС, решают, кого в клуб пускать, кого не пускать с Домом культуры. Так что, я даю небольшой комментарий на эти два указа, указывая, что мы имеем сейчас великую, дивную, непостижимую, неизъяснимую, неизреченную свободу во Христе. И нам нужно только трудиться, трудиться в благовестии, трудиться над своими душами, молиться, прославляя Бога. Я ежедневно молюсь за Патриарха, за Сергия и за Максима. Я молюсь за Папу Франциска и за Венедикта, которого нет. Я молюсь и за Путина, и за Медведева, за Обаму, и молюсь за Горбачева, хотя его уже нету. Ну и что, ты мне запретишь молиться? Нет. Ну это уставное. Да для Бога это наши уставные. Это какое значение имеет? Главная моя связь с Богом. А он подчеркивает уставные. Вот главное-то, что дома я молюсь за Патриарха, десять раз в сутки молюсь и прошу его помиловать, дать ему веру, чтобы он верующий был. Это не имеет значения. А вот уставой скажу, помяни Господи, или как там, благослови Святейшего. Во-первых, он не Святейший для меня. Нашего отца. Он мне не отец. А то я лгать не могу. Он мне не отец. Он меня не рождал, никакого отношения ко мне не имеет. Я его приглашал в гости, он не едет. Патриарх. Ну и все. Если бы он сказал патриарх, что завтра мне всю власть передает, быть патриархом, то он не имеет такой власти передать. Меня никто бы не принял даже. Ни один в Арсенофе бы не записал. В мировой практике не было этого. У католиков бывает он лишь раз ушел и другой Папа избрал. Здесь этого не будет. Он будет парализован и на боку лежать, смердеть, как Брежнев, но продолжать будет до смерти. Поэтому это их дело. Нам тут обсуждать не надо. Мы узнали, что мы верующие. Бог подтвердил наше избрание, подтвердил тем, что позволяет нам делать такие дела. Тем более вот в интернете будут выставлены все материалы нашей нынешней миссионерской поездки. Сегодня у нас, кажется, что у нас? 15? 5. 5. 5 сентября. Вот. 5 сентября. Вчера, что я 4 сентября привезли. И сегодня был корреспондент из местной мамонтовской газеты Ритунский Владимир Васильевич. Тоже. им что-то интересно? А что такое поездка миссионерская? Я объясняю. Благовестие. Пока зайдите по всему миру. Вот это он заснял, это говорю, а эпиграф, нашей работы. Вот как. А там, если я не проповедую, то горе мне повел. А это я говорю, пообъяснение, поддержку, это он все сфотографировал. Можно ли как-то было бы по-другому? По-другому я не знаю. Во-первых, искренне мы молимся, живем, нам патриарх не мешает. Никакой помощи от Эллирона мы не имели. А в общем патриархия она всегда была к нам настроена враждебно. Враждебно. И идти туда, это значит погубить все, что у нас есть. С этим я не согласен. С благовестием покончено. Они впереди будут отлучать. Я сейчас не отлучен. Я могу прищищаться московской патриархии. Они не смеют ко мне прикоснуться. Они только клевещут где-то, а тут они сразу наложат свою волосатую руку, лапу там и все, давить. Вот от лютой волки нещадящая стада. Это говорящие превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Непрерывная, просто неиссякаемым потоком ложь, клевета в наш адрес. Везде. Не считая только те места, где наши близкие люди, как отец Геннадий, Василий, Наум, вот где мы были. Не наш хотя человек, но близкий отец Анатолий, на Украине, где мы были. Вот как я могу прокомментировать и все. Батюшке, я считаю, необходимо. Вот. Завтра будет 6, 7, 8 воскресенья. Просчитать это в Барнаульском общине, дать трактовку, правильное понимание. А потом приедет он в этот же день объяснение дать здесь. Ни в коем случае не скрывать. Сохрани Бог. Это самый был бы невежный шаг. Скрывать это никак нельзя. Это написано и для общины. Мы должны немедленно уведомить. Вот. Я уже подготавливаю материал. Тут ничего нету. Нет. Здесь вам надлежит, он не имеет права говорить. Вот. Принимается молитвенное общение. А мы не просили. Что ты нас принимаешь-то? Ваши молитвы. Мы всегда молимся. Батюшка служит в их храмах. К нам они приезжают, епископы служат. Какое молитвенное общение, когда оно у нас есть? Принимаются. Как будто открытие какое сделал. Это ему написали. Написали, не зная всей сути дела. Дайте ему таких указ. А что? А если они его не примут, этот вариант они прорешивают. Они сейчас снова будут возвращаться на Илариона, и чтобы он дал запрет поминать его. Это один из шагов. Но такого в мировой практике тоже не было. Теперь они прорабатывают второй вариант. Мы не подчиняемся. Но подчиняемся, вопрос решен. Они нас уничтожают, и нас нету. На могильного холмика не дадут даже. А вот если мы их просто игнорируем, этот указ, он не умный и не соответствует действительности. Он совершенно никакой силы не может иметь. Что они будут делать? Да ничего они не могут делать. У них никакой ни власти над нами, ничего нет. Я пошел в отдел юстиции и вот это все описал. Какое состояние? Нам нужно делать перерегистрацию? Они говорят, нет, не надо. Ничего не надо делать. Мы недавно прошли перерегистрацию, как все это, ну, государственные там изменения в уставе какие, ничего нигде не меняется. Ничего. Богу нашему слава. Аминь.